Как снизить рецидив повторной преступности среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы наказаний? Как им помочь найти работу, пройти социальную адаптацию и реабилитацию? Эти вопросы были рассмотрены на заседании Межведовственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Невельского района. Вопросами рецидива лиц, освободившихся из мест решения свободы, занимается Центр занятости населения. В Центр занятости обратились 10 граждан данной категории. Всем им была оказана профориентация, было выдано 4 направления на работу. 2 гражданина трудоустроены на субсидированные рабочие места по профессии рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 1 безработная гражданка трудоустроена на предприятии Невельского городского округа администратором в рамках организации временного трудоустройства. 1 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. И 1 гражданин трудоустроился самостоятельно. На заседании комиссии была проанализирована эффективность работы по предупреждению противоправного поведения лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. На сегодняшний день в отношении двух осужденных, состоящих на учете инспекции, возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные в 2018 году. В прошлом году таких было шестеро. Снижение существенно, это те, кого мы называем рецидивистами. И в текущем году, и в прошлом году, по одному преступлению совершены условно осужденными, новые преступления совершены по статисту 158 в уголовном роде следа кража. Остальные осужденными к решению права управления транспортными средствами за аналогичные преступления, аналогичные деяния. Это на 1964-й прим. 1. Это вот то, что, когда у нас законодательство изменилось, и в 2015 году стали уголовной ответственности подвергать лиц, повторно попавшихся в состояние обвинения. Сейчас с одной административной ответственностью не отделываются люди. Правоохранительными органами Невельского района проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. В текущем году поставлено на учет 389 иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства 42 иностранных гражданина привлечено к административной ответственности, и семеро выдворено за пределы Российской Федерации. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости. Продолжение следует...